Субтитры делал DimaTorzok Основное направление нашего фонда это благотворительные выставки, ярмарки, детские праздники, фестивали. Основан он в конце апреля этого года. Основан мной и в данный момент в фонде есть волонтеры, девочки, с которыми мы работаем. А как приходит идея создавать благотворительные фонды? Зачем? И когда к вам эта идея пришла? Идея пришла еще, наверное, в прошлом году после первых нескольких поездок в детский дом. Когда смотришь в глаза этих деток, хочется делать для них что-то. Делать какие-то праздники, чтобы видеть в глазах детей счастье. Насколько тяжело фонд регистрировать? Насколько процедура по документам, по всем остальным моментам тяжела на сегодняшний день? Нет, нет, это неправда. Буквально этот фонд регистрируется в течение суток. Что самое основное и самое долгое это составление устава. Устава статута, который будет подходить именно под наши интересы, под интересы тех детских праздников, которые мы делаем. А кто вообще контролирует деятельность благотворительных фондов? И какие там привилегии, какая там особенность? Контролирует исполкомы и налоговые. Любой человек имеет право прийти к нам в фонд, потребовать документацию, просмотреть. Какая сумма заходила на фонд, куда эти деньги ушли, посмотреть чеки. Ну, соответственно, налогов благотворительных фондов нет? Нет. Так, хорошо, давайте поговорим еще о команде. Я понимаю, что одно и одно тяжело в любом случае. И что это за люди? И нужна ли команда? Эта команда, безусловно, нужна. Потому что одной сложно. Одна я начинала, все постепенно появились девочки, на которых вот можно рассчитывать, которые согласны идти и делать что-то безвозмездно, бесплатно. В основном это наши мастера хендмейда. Есть, конечно, было много случаев, которые приходили к нам, это люди, которые видели, что нет никакой выгоды. Они разворачивались и уходили. Ну, сейчас уже сформирована команда из восьми человек, людей, на которых можно рассчитывать. И каждый из них занимается чем-то своим жизнью, то есть на работах? Да, у девочек есть и работа. Кто-то непосредственно занимается хендмейдом, кто-то в декрете. Одна девочка у нас работает в автокомпании. Как вы, чем вы занимаетесь? У вас только благотворительный фонд? В данный момент, да. Также я занимаюсь отделями ручной работы. Хорошо. Итак, давайте поговорим о том, что уже сделано сундучком и какие акции уже проводили, чем, возможно, гордитесь. Ну, вот самая большая наша, такая в данный момент гордость, это была пасхальная ярмарка на Артмайдане при поддержке Центрального городского исполкома. У нас было самое большое пасхальное яйцо в Украине, 6 метров, которое мы с девочками сами и красили, и украшали сами. Так, и пасхальное яйцо 6-метровое, а это оно из чего? Из металла сделано, да. Кто его сделал? Этот, если не ошибаюсь, делали на зоне, на восьмем десятке. Вот так вот. И вы все это дело разукрасили? Да. А как, ну, хорошо, а где, в чем благотворительность? У нас были участники, это был и мед, и магазины с выпечкой, с колбасами, с яйцами, мастерах инвайда. Все вносили взнос определенный, и с этого взноса было для первой детской горбольницы закуплено 10 прикроватных тумбочек и бойлер. То есть, я так понимаю, мы не говорим о, скажем так, живых деньгах, мы говорим о каким-то материалах. Да, да. Непосредственно, если собирается сумма, она, это не отдается наличкой. Это ваш принцип какой-то, или... Ну, мы считаем, что эти деньги не всегда могут дойти. А когда покупаешь то, что нужно, будешь знать, ну, что оно там есть, оно там стоит, и оно может принести какой-то польз. Ну, понятно. Целевое, скажем так, использование денег. А вы общаетесь в детском доме с руководителем, вы согласовываете это, либо же вы заходите и говорите, так, мы вам... Это нет, полностью все моменты согласовываются. Мы едем, спрашиваем, что вам нужно в первую очередь. Угу. Это мы говорили о пасхальной выставке, да? Да. Что еще? Также это делаем поездки в детский реабилитационный центр на улице Озерная. Это Саксаганский район, это недалеко от шахты Родина. Это туда в основном привозим вещи. Также тоже, можно сказать, была большая поездка. Привозили детям сладости и катали деток на лошадей. И при помощи, вот, этот конная студия, сказать, от Мэри Бэль. Угу. Они по городу известны, они помогают тоже больным деткам. И соучистами занимаются. Угу. Мы сотрудничаем, они нам это часто помогают. Ездили с нами в детский дом, всех деток катали. Угу. А вообще, какая-то, с кем еще держите связь? Ты понимаешь, что, ну, скажем так, не обходятся только одним благотворительным фондом? Еще нужны какие-то партнеры, еще нужны какие-то связи? Мы ищем связи, партнеры. Те, кто нам помогают, в данный момент это исполкомы. А как исполкомы помогают? Они не запрещают, наверное, больше? Ну, в первую очередь, да. В первую очередь, они дают разрешение. Без их разрешения мы не можем провести ничего. Ну, насколько легко идут? И с какими исполкомами вы? Основные – это Центральный городской исполком, Сахсаганский. Иногда затрагиваем Дзержинский, если у нас хватает сил, чтобы там. И вот будет первое мероприятие завтра с Долгинцевским районом. Так, давайте о нем поговорим. Что за мероприятие будет? Это будет воднокрасочная битва. Она будет проходить на Дружбе. Там маленький парк, этот за стадионом, локомотив. Ну, давайте подробно. Кто может поучаствовать? Где благотворительность в этом? Заключается благотворительность в том, что это праздник для всех желающих. Кто хочет, детки, взрослые, приходите, участвуйте. Это будет водная битва. Это будут конкурсы, связанные с водой, с пистолетами. Это будут шарики с водой. Потом будет флешмоб. Так же, как для детей и для взрослых. И в конце будет обсыпание красками. Обсыпание красками мы уже проводили такие фестивали в парке Правды, в парке Саксаганском. В этом году были в Одессе с этим праздником. И в Счастливцево. Так, как, во-первых, в которое, когда это все? Это завтра, начало в 18.00, начало. И вот буквально часа полтора. Откуда эти краски появляются, подождите, как это все происходит? Сейчас просто, вот, вы не подумаете, сейчас вот такие же вопросы люди задают дома. Возможно, кто-то с детьми смотрит и хочет прийти. В основном занимаются вот красками. Это детская студия Дзыга. Это творчая спилка Дзыга. Они проводят флешмобы. Они проводят разные мастер-классы, танцы. И, можно сказать, вот это вот их детище, краски. Я понял. Но возрастной ценз какой-то есть абсолютно? Нету. Нету. Вот в Счастливцево у нас самый взрослый, наверное, был, но около... Отдыхающий. Около 5-10 лет, да. Отдыхающий. Это тоже в руках краска, считают, отсчитывают с нами отсчет. И разбрасывают. И разбрасывают, да. Это яркая история. Это ярко, красиво. Еще раз благотворительность, там вход какой-то или как? Нет, вход бесплатный. Просто вот все желающие, кто этот хочет, кто есть в парке, подходите, участвуйте в конкурсах. Везде призы. Призы, конечно, небольшие, но... Понимаю. Где благотворительность в этом? Это вот здесь в призах. Призы раздаются всем бесплатно. Все вот, кто есть, каждому что-то дается. Я думал, просто помогайте кому-то. Хорошо. Планы какие ваши организации ставят на дальнейшем? Ну вот в дальнейшем то, что у нас запланировано, к чему мы готовимся, это будет поездка в Дельфинарии, в Счастливцево для деток с аутизмом и синдромом Дауна. Когда, когда планируется? С 27 по 30 число. Помогают нам с жильем. Есть база, которая предоставляет столько комнат, сколько нам понадобится. Это Дельфинария делает скидку в 60% для этих деток. Ну вот в данный момент мы ищем автобус, который сможет отвезти нас туда. О каком количестве детей мы говорим? Ну вот в данный момент мы рассчитываем на 12 деток. Потому что у каждого будут сопровождающие, в некоторых случаях даже двое-трое человек. Потому что у нас один колясочник точно едет, второй сейчас под вопросом. И также у нас акция, вот буквально вчера на фейсбуке добавила, собираем в детский реабилитационный центр средства на покупку первоклашкам рюкзачков. Ну и соответственно какой-то канцелярии. Сейчас до первоклашек мы дойдем. Вот эта вот история с Дельфинарием и Счастливцевым. Скажите, но как вышли на этих людей, на этот Дельфинарий, насколько там откликнулись быстро на это все? Мы с детками отдыхали в Счастливцево. Ну вот появилась такая идея, проезжали мимо этого Дельфинария, захотелось сделать что-то хорошее. Почему? Если другие дети ходят, это видят, а наши кто нуждается. Этот Дельфинарий пошел без проблем к нам на уступки. Мы договорились с ними с первого раза. А вообще подобные люди, к которым вы обращаетесь, они требуют каких-то документов? Нет, они не требуют, но мы однозначно это все полностью отдаем, предоставляем, собираем, делаем копии. То себя оставляем тоже, потому что должна быть документация. Конечно. А все, переходим к рюкзакам и канцелярии. Еще раз, как это, опишите акцию? Это детский реабилитационный центр. В данный момент у них 7 деток, которые идут в первый класс. Это количество может измениться максимумом до 10. Вот объявлен сбор средств для покупки рюкзаков, ну и соответственно канцелярии. Потому что пустые рюкзачки не хочется детям давать, хочется что-то в него положить. То есть люди должны перечислить деньги на фонд? Это желающие люди могут перечислить на счет фонда. Это также 12 числа мы будем участниками фестиваля Медового на Артеме. У нас там будет стоять два благотворительных стола, с которого можно приобрести любое изделие ручной работы. Это положить денежку в коробочку. Если есть кто-то, этот желающий... А что, да, кстати, что, я так понимаю, у вас команда творческая, что, какие изделия делаете? Я лично занимаюсь, пряники делаю, рисую хной в технике мехенди. Это делают деревья из монет, из купюр. Ну так вот, походу, если где-то что-то, этот нужно кто-то просит. А вы этому учились? Этот нет. Этот? Этот все пришло в декрете. Было скучно дома. Я понял. Сейчас даже перешло что-то больше. Так, о планах мы поговорили? Да. Ну, наверное, вы уже сталкивались с какими-то другими благотворительными организациями по ходу разных мероприятий. Насколько, как вы вообще взаимодействуете? Ну, мы сталкивались, но у нас не получается взаимодействовать. Почему? Потому что этот не идут, этот на уступки много, ходили вот на ту же пасхальную ярмарку, еще очень хотелось больнице стиральную машинку подарить. Но это не все идут на контакт. Потому что мы, это новая организация, а нас еще никто не знает, никто не видел, никто не слышал. Это и из-за того, что новая. Ну, а в чем нужна помощь? Ну, там, в чем нужна взаимодействие с другими благотворительными организациями? Ну, например. Это даже в проведении того же праздника. Совместно можно сделать его больше, масштабнее, крупнее. И, соответственно, с него собрать большую сумму денег, которая будет более значимой, допустим, там не этот пару каких-то тумбочек, а поставить кровати с матрасами, с хорошими. Вот это может быть даже тоже окно поставить. Ну, понятно. Что вам для вашей деятельности не хватает, как организации, как думаете? Ну, наверное, не хватает людей, которые готовы идти работать, делать что-то безвозмездное. Это очень многие ищут выгоду. Как вас найти? Это от нас можно найти ВКонтакте, на Фейсбуке, в Инстаграме, везде подписанный благотворительный фонд «Сундучок». Это также у нас сайт в разработке, должны были запустить сайт с первого числа, но чуть-чуть не получается, до пятнадцатого числа сайт уже будет работать. И, наверное, последний вопрос. По какому принципу вы выбираете, с кем работать, кому помогать, кому нет? Ну, наверное, тому, кто больше нуждается. Ну, это же тяжело определить. Сложно, но стараемся. Вот если у нас был сбор вещей, мы эту часть отвозили в детский реабилитационный центр, и часть отвозили в нас в городе первая школа-интернат. Потому что и там детки, и там детки. Ну, надеемся, что... А сколько у нас вообще таких вот проблемных детей? Сколько у нас? Их очень много. Интернатов очень много. Вот первая школа-интернат, там, наверное, около трёхсот деток. Это детский реабилитационный центр около пятидесяти. От маленьких, там, наверное, от двух лет детки, это шестнадцати. Ну, с руководителями говорите этих центров, вот что, что необходимо вот в первую очередь? В первую очередь это вещи, обувь, канцелярия. Это то, что вот самое-самое необходимое. Ну, конечно, эту каждую поездку хочется повезти деткам что-то сладенькое, вкусненькое. Хорошо, ещё раз давайте подведём итог о вашем мероприятии завтра. Очень хочется, чтобы оно у вас получилось. Где, во сколько? Дружба за кафе «Орбита». Это начало 18.00. Ждём всех желающих, с детками и взрослых. Берите водные пистолеты. На дружбу. На дружбу. И всех ждём на дружбе. Спасибо огромное. Я желаю удачи. Светлана Токарева, директор благотворительного фонда «Сундучок» у нас в гостях была. Меня зовут Иван Дычак. Оставайтесь на главном телеканале «Кривбаса». Здесь увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова